Красный свет, зелёный свет, со стаканом на голове и не разлить ни капельки, получается это новые раунды игры в кальмара. Ребята, нифига себе, это что вторая часть? Его арестовывают и приводят к главному. Посмотрите, игры на стене, какие будут во второй части игры с воздушными... А, он получается во второй части влюбится. На самом деле за дверью... Их ждёт стражник на унитазике! Сидел. Опа, и он их засёк. На тебе морковкой. Что парень с девушкой героическими усилиями победили фронтмена игры в кальмара. Они после этого поженились? Да победители разных сезонов. Получается, винар сезона 5. Игра в кальмара продолжается уже 6 лет? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Вторая часть игры в кальмара в Сембре. Друзья, вы навалили шкопплей. Ребята, мы заканчиваем с вами первую часть, когда парень вернулся с выигрышем к своей маме. Но мама его, к сожалению, не дождалась. И уже к тому времени умерла. Он уже с кучей денег вернулся, но так и не успел её спасти. Он же ради неё, собственно, и пошёл на эту игру. И прошёл с того времени год. А он своими деньгами так и не воспользовался. Друзья, помните, как по фильму? Да. Целый год уже прошёл. Ребята, и вот он просто ведёт образ жизни. Очень такой простой, бомжатский. Вообще ничего себе не покупает. Не берёт ни копейки из тех денег, которые он выиграл, которые лежат у него на карте. Вот. Просто перемещается, приходит в банк, становится там VIP-гостем, потому что у него неимоверная сумма на счету. Ребята, и давайте посмотрим, будет ли вторая часть в этой выигралке. Мы очень её с вами ждём. И вот он приходит в банк, получает деньги. И что? Наконец-то он всё-таки... А, он говорит, не хочу. Займите мне, пожалуйста, 10 долларов. Мне нужно хот-дог себе купить, перекусить. Я очень кушать хочу. У вас миллионы на счету. Почему вы ими не пользуетесь? Он отправляется на пляж, он очень скучает. И к нему приходит очень странная женщина. Предлагает ему купить букетик цветов. Вручает ему по мордасам. И он находит там карточку. Игры в кальмара. Хей, бро! Ребята, и знаете, что это значит? Что будет вторая игра в кальмара. Вау. И он, друзья, понимает, что он очень хочет остановить, чтобы не погибали больше люди. Босс игры в кальмара. И он приходит к боссу игры в кальмара. И им оказывается его друг из игры. Это дедушка, с которым он прошел полностью все раунды. И которого, друзья, он думал, что убили. На самом деле это главный создатель. И его совсем не убили. Но, ребята, пока они разговаривали, он умер сам своей смертью. Так бывает, друзья. И последнее сообщение, которое он ему... Последнее сообщение. А, это что, типа, тебе нужно взять свои деньги и, типа, стать нормальным человеком. И не думать больше про возвращение в эту игру. Но наш 456-й номер, друзья, решил не... Так просто не останавливаться. Он решил пойти себе сделать прическу. Помните, ребята, в конце фильма? Я до сих пор умая не приложу, зачем он перекрасился в красный цвет. Для меня это супер, вообще, мега загадка. Лера, ты не знаешь? Ребята, кто не знает, зачем он покрасился в красный цвет? Ну, это, наверное, так было модно в то время в Корее. Наверное, может быть, все победители игры в кальмара перекрасивались в разные цвета. Он решил в красный. Да, ребята. Перекрасился. Так, выполнить обещание. Он обещал 67-й девочке, друзья, заботиться о ее младшем брате. Он пришел к нему в детдом, забрал его с приюта. И пообещал, что он будет заботиться. Он отвел этого мальчика к маме 218-го игрока, который, собственно, и убил его старшую сестру. И он оставил им чемодан. И когда они открыли этот чемодан... Там было много денег. Там была вся выигранная им сумма денег. Он все свои деньги оставил на воспитание этого мальчика и этой старушки. И сам, друзья, решил вернуться к своей дочери. Помните? Он же развелся с женой. И он решил позвонить своей дочери и напомнить о своем существовании. Он за ней очень скучал. Говорит, дочь, я вернулся с такой страшной игры. И хочу тебя увидеть. И он решил отправиться на самолете в США. Полететь. Да, ребята, вот мы стерли и найти ее. И он отправляется, друзья, в аэропорт. Но видит, как опять парень из первой серии продолжает заманивать всех игроков в игру в кальмарах. Выигрывая у них в синюю и красную карточку. Он это замечает и говорит, я больше тебе не позволю никому, никого заманить в эту отвратительную, жуткую игру. Я там чудом остался в живых. И психуй, говорит, ударил мусорничек. Пытался его догнать, но у него не получилось. Он видит игрока, которому уже вручили карточку. Он говорит, не нужна она тебе. Не вздумай туда идти. Оттуда никто не возвращается. Он такой, не пон. Чего? Я же ее выиграл. Ребята, и он отправляет своей дочери сообщение, что, дорогая, я пока не могу приехать. Потому что я знаю точно, где-то намечается еще следующая игра в кальмара. И мне нужно остановить весь этот зловещий план. Так, гость-сюрприз. Оу, это уже новая, ребята. Этого не было. Это, видимо, то, что будет во второй части. Он, они говорят, что им нужно избавиться от стражников. Или чего? Нет, им нужно избавиться от игры в кальмара, от вот этого человека. Да, от игры в кальмара, от главного человека, главного создателя. И они его похищают. Вместе, ребята, с сотрудником полиции. Они куда-то его притащили. Так, и они ему угрожают. Говорят, ты должен срочно прекратить игру в кальмара. Но здесь, ребята, на них нападают стражники. И красный наш главный герой вынужден сдаться. Ребята, нифига себе, это что вторая часть? Его арестовывают. И приводят к главному. Посмотрите, игры на стене. Какие будут во второй части игры? С воздушными шариками, с прятками. Здорово, ничего себе. Так. А, его садят в тюрьму. Тюремная стена. А, это девушка? Кто это? Это девушка со второй части? А, он, получается, во второй части влюбится. Посмотрите, у него появится любовь. Она победитель. И она говорит, я не смогла победить. А, тебе нужно, типа, победить главного фронтмена. Это что получается? Уже вторая игра в кальмара прошла, пока он просидел в тюрьме. Ему нужно сбежать. Лера, ты понимаешь, что происходит? Ему нужно сбежать из тюрьмы. И его полицейский вытягивает. Из тюрьмы оттуда? Да, пытается его вытянуть из тюрьмы. И говорит, мы должны вдвоем с тобой остановить, препятствовать проведению этой ужасной игры, где погибают люди. И они вместе пытаются спасти его возлюбленную девушку. При помощи морковки. Посмотрите, морковка, если потыкать в пин-код, то, в принципе, можно освободить свою любимую. Друзья. И... Никогда так не пробовать. Сыграть свадьбу. Так, карта подвала. Ага. Они отправляются куда? Они отправляются к стражнику, побеждают его, детонируют бомбу и взрывают фронтмена. Это они так думали, что нужно так сделать. На самом деле за дверью. Их ждет стражник на унитазике. Сидел. Опа. И он их засек. На тебе морковкой. Убивают его. Ребята, и что? Они уже сбежали? Сбежали из тюрьмы, я не понял. А, так, они сдетонируют трубу с водой, получается, взрывают. Нашли мы динамит, он оказался здесь. Они что, ее затапливают? Пошла водичка. Они, получается, затапливают тюрьму или что? И... Сбегают. Сбегают. Ребята, а главного фронтмена оставляют сгорать в этой тюрьме. Получается, это будет все во второй части. И в новостях передают, что парень с девушкой героическими усилиями победили фронтмена игры в кальмарах. Они после этого поженились и жили долго и счастливо и припеваючи. Но випы остались недовольны, потому что это было их главное развлечение. И они предпринимают какой-то решительный план. Они хотят что-то сделать. А что фронтмен там сидит? Я не знаю, получается, другой какой-то. Его же вроде убили. И они принимают решение полностью уничтожить эту троицу. Нашего главного героя, его девушку и полицейского. Так, и что? Вот они сидят в кафе. Но за ними подсекает солдат из игры в кальмара. Ребята, а уже ли он их убьет? Он ворует его возлюбленную. Уи-и-и, посмотри, как они носятся. И что? Что случилось с одеждой? Они попадают в игру опять? Ребята, ничегошеньки себе. Они в новой игре в кальмары. Они плачут. Они не хотят. Они понимают, что они уже не будут вместе, потому что победитель будет только один. Кто же у них за человек в темноте? Это, походу, второй сезон, ребята. Спойлер второго сезона. Что это за парень? Это все новые герои. Мы не знаем, кто это. Все же погибли в первом. Так, они жалеют его. Что это за парень? Плейлист. Это победители разных сезонов. Получается, винер сезона 5. Игра в кальмара продолжается уже 6 лет. Получается ли чего? Я не понял. Так, стеклянный шкаф. Это так будут выглядеть, наверное, раунды. Посмотрите. Их, наверное, будут запирать в стеклянном шкафу с пираньями. И им нужно будет от них спасаться. Так, но в чем же смысл будет? А, правила игры. Так, давайте смотреть. Рыбная игра. А, нужно будет пройти красный свет, зеленый свет со стаканом на голове. И не разлить ни капельки. Кто разливает, тот проигрывает. А вот игрок дошел. Да. И его оставили в живых. Получается, это новые раунды игры в кальмара. Так, что мы можем здесь стереть? Ау, уронил. Убили. Ребята. Жесть. Как жалко. Ну, вы хоть дойдете? Он что, его толкает? А, он его в него стакан забирает. О нет, как это подло было. И тоже сам погибает. Ребята, какие прикольные раунды. Так что, наши ребята прошли. Они выжили. Все напуганы. Победили. Они привязали. Молодцы, додумались. Привязали стаканчики к голове. Так. Икс и бумажная коробка. Это следующий раунд, что ли? Да ладно. Что это за раунды, интересно? Что они там говорят? Они что-то предприняли, честно говоря, не понял. Да, походу, что-то предприняли. Ребята, если хотите продолжение этой серии и продолжение спойлера второго сезона игры в кальмара, напишите нам в комментариях, поддержите лайком, отдавите видео. Верите все видео на наших каналах. Валеришка Максим, Плей Геймс, ФМ. Не забывайте подписывайте, жмите колокольчик. Мы вас очень любим. Спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока.